День, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим об очень важной теме, которая касается апелляционного и кассационного обжалования судебных решений. И, дорогие друзья, тема эта звучит так. Перед тем, как подать апелляционную или кассационную жалобу в обязательном порядке, перечитайте иск. Перечитайте первоначальный иск, перечитайте иск уточненный, но в обязательном случае перед подачей сделайте это. Почему это так важно? Я сейчас вам объясню. А перед этим напоминаю, дорогие друзья, что если у вас есть необходимость посоветоваться, проконсультироваться, подготовить те или иные документы, исковые заявления, апелляционные, кассационные жалобы, дополнения к ним, возражения, пожалуйста, обращайтесь. Всегда с удовольствием поможем. Итак, дорогие друзья, когда мы говорим о том, что апелляция и кассация рассматривает дело в пределах заявленных апелляционной или кассационной жалобы, не стоит забывать, что рассматривается дело изначально в пределах заявленных исковых требований. И очень часто бывает, это вот прямо таких случаев масса, это не преувеличение, когда человек, участвуя в том или ином судебном процессе, соответствующим образом, вот есть у нас исковое заявление, есть у нас уточненное исковое заявление, а зачастую их может быть и несколько уточненных исковых заявлений. Вот это та правовая платформа, основа, основания, по которым принимается решение по заявленным исковым требованиям. Но в ходе процесса возникает множество дополнительных документов. Это может быть и возражение на исковое заявление, это может быть контрвозражение на исковое заявление, это может быть пояснение стороны по делу, это может быть пояснение стороны по поводу показания конкретного свидетелей, либо показаний свидетелей в целом. Это могут быть пояснения сторон по иным доказательствам, по поводу проведенной экспертизы, по поводу проведения экспертизы, по поводу показаний эксперта. Это могут быть разнообразные ходатайства, в которых излагаются тем или иным образом обстоятельства дела, и они несколько могут быть и трансформированы. К примеру, в ходатайстве о проведении экспертизы, о вызове того или иного свидетеля, об истребовании тех или иных документов, об оказании судом содействия в истребовании доказательств и так далее. То есть ходатайство может быть масса, и там позиция начинает трансформироваться и так далее. И особенно это касается и пояснений сторон и тому подобное. И вот в конечном итоге, все это превращается в конечном итоге в венец процесса, а венцом у нас являются судебные прения. И в конце судебного разбирательства, там где стороны, подводя итог, излагая полностью свою позицию, конечно же, у нас даже предусмотрена такая процессуальная функция, как выход суда из совещательной комнаты, если какие-то обстоятельства требуют уточнения, установления и так далее. И здесь процесс возобновляется и так далее. Поэтому, дорогие друзья, бывают такие ситуации, когда уже сторона понимает, что вот тут где-то дали пояснение, вот тут заявили ходатайство, и уже обстоятельства коренным образом трансформировались. И зачастую и требования трансформировались. А после изучения судебного решения, в котором тем или иным образом изложены, установленные судом обстоятельства, появляются новые аргументы, контраргументы и так далее. И зачастую при подаче апелляционной или касационной жалобы, сторона уже забывает об основе и начинает обосновывать свои апелляционные и касационные требования на возражениях, на контрвозражениях, на заявленных ходатайствах, на пояснениях и так далее. Дорогие друзья, еще раз повторяюсь, суд рассматривает дело в пределах заявленных исковых требований. Поэтому если вы расширяете предмет доказывания по делу или расширяете круг обстоятельств, которые подлежат доказываниям, или основание изменяете, уточняете, дополняете, или предмет тоже уточняете, либо увеличиваете, либо сужаете, либо расширяете, причем это должно быть либо основание, либо предмет, то это должно быть путем уточнения, путем дополнительных исковых требований, заявлений. я а все остальное это иском не считается все пояснения и так далее это пояснения там конкретных обстоятельств и тому подобное а зачастую мне приходилось сталкиваться с такими апелляционными касационными жалобами где заявляются уже новые по сравнению с исковыми требования дорогие друзья это недопустимо это прямой путь к отказу в удовлетворении апелляционной касационной жалобы если появилось что-то новое то здесь уже более целесообразно подавать тогда новые исковые требования с новым предметом с новыми основаниями и так далее это тоже один из способов защиты прав вот на это дорогие друзья пожалуйста обращайте свое внимание и конечно если такие вопросы возникают можете к нам обращаться всегда с удовольствием поможем и в соответствующем анализе тех или иных документов составление исковых апелляционных касационных жалоб и конечно же дорогие друзья если нужна любая юридическая помощь обращайтесь все контакты в описании и на экране вы их тоже увидите счастливо